Всем привет! Часто в комментариях гости и подписчики моего канала просят меня рассказать о тех или иных снастях, которыми я рыбачу. Я как бы все обещаю, обещаю начать это делать и в общем-то сейчас канун нового года, наверное пришло время сдерживать обещания, поэтому я постепенно начну рассказывать о своих снастях. В каких снастях, ну не знаю, это будет решаться уже все по ходу, по крайней мере буду судить по вашим комментариям, по заявкам, которые будут мне приходить, буду на это ориентироваться. Снастей у меня накопилось уже много, одних мультипликаторов штук 10, мясорубок примерно столько же, в общем-то я думаю, что будет о чем рассказать. Начать хочу с вот этого мультипликатора, по нему почему-то последние, ну скажем так, полгода какой-то вообще очень большой интерес к нему, вопросов приходит очень много. Не знаю с чем это связано, что люди, почему именно сейчас они так рьяно обратили на него внимание, но тем не менее вопросы приходят, вопросы как правило однотипные. Как кидает, что кидает, как работает, живой, неживой, ну классический. И на эти вопросы я хочу постараться ответить вот в этом видео. Вообще я хочу сделать, наверное, посвященному этому мультипликатору два видео. Ну первое будет ответ на общие вопросы вот сегодня, какие-то положения, расскажу как тормоза работают и так далее. А второе видео, это этим мультипликаторной этой катушкой я ловлю уже, ну второй сезон. Если первый сезон я ловил ей очень плотно, второй сезон от случая к случаю, наверное пришло время сделать ей ТО. Я обещать не буду, но по крайней мере постараюсь сделать этой мультипликаторной катушке ТО и записать это на видео. А сейчас давайте попробуем сымитировать распаковку. Как я уже говорил, это не оргазм, большой беды тут нет. Представим, что она мне только пришла, вот я открываю ее и что в этой коробке лежало, как она была. Ну тут конечно же чего-то нет, я просто доскажу, что тут было. И в общем-то непосредственно перейду к обзору этой мультипликаторной катушки. Поделюсь своим, скажем так, уже двухлетним опытом ее использования. Давайте я открою наш ящик Пандоры и посмотрим, что там лежит. Собственно мультипликаторная катушка Shimano Chronarch C4S Plus 151HG пришла примерно вот в таком виде. Она пришла без каких-либо чехлов, зажали, так сказать, какой-нибудь даже тряпочный чехол, просто пришла в пупырчатой бумаге упаковочной. И собственно кроме мультипликатора здесь была инструкция, взрыв-схема, по-моему гарантия. И лежала вот такая вот, это дополнительные грузики на шпулю. Плюс еще лежал тюбик с маслом. Собственно говоря, больше комплектация настолько скудная, что больше ничего не было. Даже матерчатого чехла. Но это ладно, бог с ним. Хотя катушка стоит в районе сейчас 250 долларов, 220 там, ну доставка, в общем в районе 250 долларов. Как бы чехол могли и положить. Что написано на коробке вообще? Что тут, собственно говоря, какие значения? В общем-то я не буду вдаваться в технические эти характеристики. Вот я покажу, если кому-то нужно, я думаю, видео в HD пишется, рассмотрит. Так просто пробегусь кратенько. 7 подшипников, обычных, один роликовый. Потом что еще? В общем-то всякие фирменные системы. Шимановский X-Ship. Это опорные подшипники SWS Infinity. Вот это важно, это новая тормозная система. Собственно из-за чего эта катушка была в свое время и куплена. И материал C4 с плюсом. Это композитный карбоновый материал. Люди у нас в России к нему по-разному относятся. Но тем не менее, я не испытываю никаких, скажем так, ну не знаю, на его счет никаких сомнений. В общем-то нормальные материалы и за два года никаких отрицательных я не могу ничего сказать. Ну ладно. Катушка весит 185 грамм. Шпуля у нее, я взвешивал, весит 14 грамм. Шпуля глубокая. Она вмещает, ну где-то, двойка по Японии метров 150. Влезет на нее. Так, коробку я откладываю. Давайте непосредственно к мультипликатору. Сам мультипликатор представляет из себя вот такую вот конструкцию. Сейчас я его покажу со всех сторон. Достаточно интересный. Он реально легкий. Грамм 185, я думаю, это написано честно. Я не взвешивал его. Ну, вряд ли тут производитель к тому же станет врать. Такой как Shimano. Так что вполне, я думаю, что весит он в этих пределах. Шпуля, как я уже сказал, весит 14 грамм. Из каких-то плюшек дополнительных. Осевой тормоз микрокликом не снабжен. Хотя лично для меня это, в общем-то, особо и не важно. Есть, нету. Ну, естественно, трещотка фрикциона на закручивание срабатывает. У самого фрикциона трещотки нету. То есть, он работает бесшумно. На самом деле, когда вам попадается крупная рыба и фрикцион срабатывает, вы слышите, как шелестит плетенка, слышите шелест в кольцах, потому что это все под натяжением происходит. Даже несмотря, что плетенка, вот у меня восьмижилка здесь стоит, все равно слышно, как срабатывает фрикцион. То есть, вы не пропустите момента, что у вас... Моменты, когда его нужно затянуть, вы не пропустите. Вот так я скажу. Что еще нужно уточнить из общих данных? Эта катушка у меня американской версии. Есть американская версия и японская. На самом деле, эти версии, насколько я знаю, ничем не отличаются. Потому что бывает часто, что американские версии чуть похуже японских. У Shimano, у Daiwa я не помню. А, у Daiwa тоже так бывает. Но здесь конкретно отличий нет. Что американская, что японская, они одинаковые. По крайней мере, никаких явных отличий и по отзывам и так никто не нашел. Кнопка срабатывает здесь в двух вариантах. Можно откидывать пальцем, можно откидывать, соответственно, ручкой. Срабатывает туго, срабатывает хорошо. В общем, думаю, что с внешним видом и какими-то общими характеристиками и так все понятно. Теперь, думаю, стоит показать вам самая, так сказать, основная деталь этой катушки, из-за которой я, допустим, ее купил. Это, по-моему, она появилась первая с VS Infinity тормозами новыми. Ну, может, не первая, я не помню. Это не суть, важно. Просто конкретно я поменял свой Scorpion XT на эту катушку именно из-за этих тормозов. Попробовать их в деле, как оно будет. И меня прельщало то, что есть внешняя регулировка этих тормозов. Потому что в тех, как бы, в Scorpion XT на классических шамановских тормозах можно было только выставлять грузики. Один, два, три, четыре, ну и так далее. А промежуточного какого-то значения было нельзя поставить. Многие на форумах говорят, что, ой, зачем это промежуточное значение нужно? Вы что там, такой эксперт, как бы разбирайтесь. На самом деле, это промежуточное значение, оно для меня лично очень важно и нужно. То есть, именно вот, чтобы я мог подрегулировать, допустим, когда мне нужно кинуть против ветра. Я ставлю там, я раз чуть-чуть подзатянул, но мне не нужно лезть, переключать грузик. И в дальности я практически не потеряю. То есть, именно тонкая регулировка, она на самом деле очень важна. Я думаю, что все, кто ей пользовался, они однозначно подтвердят, что она работает и что вот эти вот, ну, тонкие настройки именно помогают в кастинге. И что эти тормоза лучше предыдущих. Ну, для меня, по крайней мере, 100% так и я уже на старые тормоза возвращаться бы не хотел. Хотя, тоже старая концепция, она работает. Это, скажем так, нюанс, но нюанс, на мой взгляд, важный. Ладно, открываем крышку, смотрим, что внутри. Вот такая вот, ну, здесь, я думаю, особо показывать нечего, все и так понятно. Здесь имеем вот такую вот шпулю. Собственно, вот сами тормоза. Это вот такие штуки, которые тормозятся вот об этот, вот здесь непосредственно цилиндр. Цилиндр тормоза. Я не знаю, насколько будет вам видно и понятно. Вот он, цилиндр тормоза. Предцентробежная сила разгибает вот эти грузики. И они вот этими краями тормозятся об этот цилиндр тормозной. Соответственно, цилиндр ходит ниже, выше. Выше или ниже, соответственно, торможение больше или нет. Регулируется высота цилиндра вот этим тормозным диском. В общем-то, система достаточно простая. Чем резче бросок, тем сильнее прижим, тем сильнее действуют тормоза, тем сильнее, соответственно, торможение. Ну и в зависимости от, как ниже блок или выше, это тормозное усилие, соответственно, ниже и... Ой, уже заговорился. Это тормозное усилие сильнее или слабее. В общем-то, я думаю, принцип, по крайней мере, как я его попытался объяснить, я надеюсь, что объяснил его понятно. Но на самом деле принцип очень простой, рассчитан на центробежную силу, точнее спроектирован. Работает с помощью центробежной силы. Вот эти грузики, они включаются и выключаются. Вот таким вот нехитрым способом. Вот я вот палки еще на секунду. Да, просто сдвигается вбок и все, он фиксированный. Также он легко выдвигается и в рабочее положение. Соответственно, также и боковые, ну, включаете сколько вам нужно и включаете, соответственно, для каких целей. По поводу настройки, также опять поделюсь своим опытом, как я лично этой катушкой рыбачу. Я рыбачу в основном, ну, 99% я рыбачу ей воблерами, ну, может 95%. И для воблеров у меня настройка, в общем-то, одна. Это включены два грузика. И вот здесь выставлено значение от 1 до 3 или 4, в зависимости от ветра. То есть, при нормальной погоде. Прошу прощения, у камеры села батарейка, пришлось, в общем-то, переходить на внешнее питание. Так, о чем бишь я? О том, о настройках. При нормальной погоде, когда, ну, дует, скажем так, умеренный ветер, мне хватает настроек этих, как правило, двух включенных грузиков и регулировка от 1 до 2, ну, или между двумя или тремя. Это чтобы бросать по ветру, скажем так, или делать боковой заброс. Когда нужно конкретно бросить против ветра, и этот ветер достаточно сильный, ну, мне сложно сказать, сколько это достаточно сильный, ну, пусть будет там 7, да, метров в секунду, 5-7, я уже включаю здесь груза, точнее, включаю, ставлю внешнюю регулировку где-то на 3, ну, возможно, 4. То есть, вот примерно этого всего лишь вот диапазона мне хватает, чтобы бросать воблера, как правило, от 10 грамм до, ну, до 30, до 28. Примерно я, это вот, ну, классический мой рабочий диапазон воблерных весов на эту катушку, в общем-то, я думаю, что примерно у многих так же. Что еще? Как правило, мне не приходится лезть в шпулю непосредственно, включать и выключать грузики, ну, это вот, я не знаю, для ловли на воблера мне такого не приходилось делать. И единственное, что может, если пытаться кидать какие-то легкие совсем воблера, да, но, опять же, такой необходимости не стояло. 10 грамм воблер, она уже кидает отлично, а если воблер с системой дальнего заброса, то, в общем-то, я и кидал орбит 80-й, тоже отлично летит. Ну, в пределах, конечно, понимания, насколько вообще может отлично лететь. Что еще касаемо джига? Если вы планируете этой катушкой джиговать, то два грузика на шпуле вам просто не нужны. На самом деле, для того, чтобы хорошо и далеко кидать джиг, вы всего лишь оставляете включенным один грузик. Вот я, по крайней мере, я к джиге пришел к тому, что мне хватает одного грузика, ну и тут уже внешнюю регулировку вы... Как правило, она ставится где-то в районе единицы, то есть совсем на слабом уровне, потому что хватает, в общем-то, внутренней регулировки, чтобы джиги хорошо и далеко летели. Джиг от 7 грамм кидал отлично. Хотя я жрю джигу, я ей не сильно много, поэтому... Что еще? Каких-то специальных замеров дальности заброса этим мультипликатором я не проводил, но оно и не нужно, потому что все летит ожидаемо, летит довольно-таки далеко. Единственный какой момент, что я сюда сразу поставил тюнингованные подшипники от ежиков, потому что у меня с предыдущего скорпиона они остались, и я решил-то, в общем, сразу их сюда поставить. Я не знаю, как она кидает с родными подшипниками, но с ежиковскими она кидает отлично. То есть пока по длине, дальности кастинговой дистанции она очень хорошая. Единственное, что еще, ну, не то что негативный момент, ну, просто мне бы хотелось на эту катушку, допустим, легкую шпулю. Не, не легкую, а shallow spool, так сказать, то есть не глубокую. Здесь шпуля достаточно глубокая. Я думаю, что те, кто реально заинтересуется этой катушкой, смогут посмотреть какие-то другие обзоры, где показана эта шпуля пустая, но она, вот как видите, реально глубокая. То есть здесь у меня намотан бэкинг, и здесь намотан какой-то кусок плетни, по-моему, около 100 метров он был изначально, или 70, или 100. Соответственно, из-за бэкинга шпуля становится тяжелой, потому что бэкинга, ну, получается очень приличное количество. Очень бы хотелось, чтобы эта шпуля была в половину меньше. Но, опять же, это для тех, кто ловит плетенкой. Для тех, кто ловит на флюр, то, скорее всего, все нормально. Не знаю, единственное, что шпули, по-моему, выпускают для этой катушки тюнингованные те же ежики, Hatchcock Studios, но стоят они порядка 80-100 долларов. Я думаю, что это не всегда целесообразно, платить такую сумму за дополнительную шпулю. Касательно еще каких-то негативных моментов, я не знаю, мне больше придраться не к чему, даже если бы я хотел. Материал никаких нареканий не вызывает, ничего, люфтов дополнительных не появилось, ничего не появилось. Работаю весами до 30 грамм. То есть, в этом диапазоне, вот, первый сезон я катушку гонял и в хвост, и в гриву каждую рыбалку. Второй сезон, так как появилось у меня много разных мультипликаторов, рыбалки были от случая к случаю. То есть, вот, примерно такой эксплуатационный срок не вызывает вообще никаких вопросов. Меня еще спрашивают часто, можно ли этой катушкой кидать веса 40-50 грамм. Я, честно говоря, не знаю, но мне кажется, что можно, вряд ли что-то с ней произойдет. Но, опять же, это мое мнение, вы уж действуете на свой страх и риск. Единственное, что еще, может быть, уточнить стоит, я смотрю много японских видео на японском языке, хотя я ни хрена не понимаю, но, в общем-то, я просто смотрю, как японцы ловят, как кидают, ну, для общего развития. И они, в общем-то, я смотрю, особо не парятся по тому, сколько можно катушку нагружать. То есть, кидают и 50 грамм, и какие-то там даже мини-джерки, и, в общем-то, им особо по барабану, судя по всему. Хотя японцы аккуратисты, и всегда относятся к своим вещам хорошо. Я покупал много БУ там, скажем, в Японии, и, в общем-то, все отлично. Вещи приходят даже БУшные в хорошем состоянии. Если сравнивать с американцами небо и земля, американцы заюзывают свои вещи по полной программе. Но это лирика, ладно. Кстати, а как ведет себя катушка на забросах? Я тут неожиданно вспомнил, что у меня-то есть видео, где я делал обзор корзы, и как раз-таки корзы до 40, до сколько там, 40 с половиной грамм, я кидал именно этой катушкой. И, в общем-то, кому интересно, я сейчас где-то здесь ссылочку оставлю, вы можете посмотреть, как она ведет себя по забросу, как она кидает, и, в общем-то, тоже послушать какие-то мои мысли, которые я там говорил, и о катушке тоже. Хотя, кстати, у меня здесь стоят ежики, которые рассчитаны для... Эти ежики, эти подшипники, рассчитаны для весов до 28 грамм. Это вдруг, если кто-то хочет себе тоже ежиками затюнинговать, учитывайте, что у них есть разные подшипники, одни, по-моему, до 10, другие до унцовые, ну и, соответственно, выше, там, 4 градации. Так, общий обзор, я считаю, закончен. Сейчас хочу... Вот не зря, наверное, кто-то обратил внимание, что здесь лежит вот такая вот бумажка. Она лежит здесь не зря. Я хочу для тех, кто купит себе эту катушку, для тех, кто... Или уже для тех, кто ее использует, но, возможно, не обратил на эту бумажку внимания, рассказать про уход за этими тормозами Infinity SVS. SVS Infinity, вот. Они требуют определенного ухода. Этот уход не сложный, он простой, но он позволит сохранить вашу катушку, а самое главное, что плавность вашего заброса, плавность и дальность на должном уровне при этом уходе. Здесь что нужно делать? Сам вот этот вот тормозной цилиндр, он загрязняется потихонечку, и его нужно очищать. Очищать его нужно довольно-таки простым способом. Берете ватную палочку, сначала, допустим, в изопропиловый спирт, и протираете по округу этот цилиндр. Потом эту же ватную палочку вы смачиваете маслом, пару капель масла, и опять протираете этот цилиндр. Можно даже без изопропилового спирта обойтись, ну или вообще какого-то чистящего средства, сразу чуть-чуть масла или просто на сухую протереть, а потом смазать маслом. Всё, это на самом деле очень, естественно, простой уход, никого он не затруднит, никаких, скажем так, трудностей его осуществить у вас не должно возникнуть, но что он даёт? Он даёт плавность и дальность заброса. Я делаю такое ТО каждые 2-3 рыбалки. Это даёт, ну поверьте, это реально делает заброс более плавным и более дальним, и это чувствуется. Поэтому просто не пренебрегайте этим моментом, это не сложно, но это важно. Что ж, на этом я думаю, что первая часть моего обзора закончена. Какие-то все вводные данные я осветил, на какие-то вопросы почти на все, я думаю, что ответил, и те, кто хотел услышать об этой катушке мой отзыв, я думаю, что информации, которую я дал, должно хватить для ответов на практически все вопросы. Если что-то вам ещё интересно, спрашивайте в комментариях, делитесь своим мнением. Я очень постараюсь сделать на эту катушку ТО. Надеюсь, что я поборю свою лень и просто не просто ТО сделать, а ещё запишу это всё на видео, и чтобы как-то рассказать, как это всё, по крайней мере, как это делаю я. Ну что ж, кому понравилось, пальцы вверх, не понравилось, пальцы вниз, подписываемся. До скорых встреч, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok